Всем привет, друзья! Сегодня настало время сделать радиоуправление и вообще восстановить вот этот БТР. Здесь он в таком вот состоянии у меня находится, видите, как-то оно рассыпается всё, нет никаких винтов крепёжных, но зато есть все колёса, это вообще круто, посмотрите. Вот это, кстати, резиновая часть, прикол, шестерёнки все есть, вот, то есть можно... Здесь почему-то вылезло... То есть два двигателя и можно, в общем-то, работать с ним легко, снять вот эту плату, поставить радиоуправление на Ардуино. Итак, друзья, я вас прошу написать в комментарии, был ли у вас такой БТР и сколько он стоил, ну, это, скорее всего, да, рубли были, вот в рублях сколько он стоил. Интересно также перевод из рублей на современные рубли. Или доллары тоже. Смотрите, сразу обнаружил тут такой дефект, как бы его пытались уже восстановить, наверное, может быть и несколько раз. Вот видите, вот здесь есть такой упор. Вот он мне даёт, колесо как бы амортизирует, ну, там нет пружины, ну, такой вот свободная амортизация. И здесь вот доработали, взяли такую паяльником, здесь запаяли в пластмассу железяку такую, но она вот так попадает, ещё и колесо не вращается. Её нужно укоротить, я не знаю, как оно работало раньше, ну, люфт этот по-любому такой-то был. Так, ладно. Ну-ка, если попробовать повращать, вращается, смотрите. Вращается, прикол. Но это очень классно. Как-то мне говорили, что вот эти двигатели, они немецкие, ну, того времени. Итак, сейчас попробую аккуратно откусить здесь. Вот думаю, так будет достаточно. Посмотрим. О, ну это уже получше. Даже можно ещё. Ещё чуть-чуть. Хорошо, его там приклеили. Ну, всё. Итак, что касается пульта. Напечатал я вот такой вот корпус на принтере. Крышку. А размещу сюда вот такую вот схему. Это Arduino Nano. Два джойстика. И радиомодуль NRF24L01 плюс PE. То есть с антенной. Вот у него такая антенна. Здесь отверстие продумано под антенну. Здесь отверстие под выключателю такой. Так, значит, здесь будет крона. Немножко мало места для... Для Arduino. Так, но я вот этот проект переделаю. И вам ссылки оставлю на нормальный проект. Где Arduino просто будет вставляться сюда. Также тут будет без вот этой части для радиомодуля. Его будет проще вставить. Резьбу здесь. Здесь отверстие 2,4 мм. 2,5 мм. Его необходимо... Резьбу необходимо нарезать. Метчиком. 3 мм. Собственно, вот эта схема у меня осталась из одного моего прошлого проекта на Arduino. Это, по-моему, была какая-то машинка. И корпус был этого всего. Из такого, знаете, прочного пенопласта утепляющего. Но, конечно, это какая-то ерунда. Поэтому вот такой я напечатал. Это намного лучше. И если вы спросите, а почему-то типа сейчас вот нормально не распечатаешь, чтобы сюда влазила Arduino Nano. Ответ такой, что печатается то на 5 часов. Такого времени у меня нет. Здесь, конечно, нужно после создания проекта проверить его 7 раз перед тем, как отправлять. Но у меня вот, видите, почему-то оно не совпало. Здесь тут этот корпус для кроны нужно пониже. Ну, а на борту БТР будет Arduino с радиомодулем. То есть, называется оно RF Nano. Ссылку оставлю в описании под видео. В общем-то, этот комплект стоит... Это комплект. Эта плата стоит 4 доллара. Что на полдоллара дороже, если выбрать отдельно Arduino Nano и NRF24L01. Ну, в принципе, на них ссылки оставлю. Может, вам так удобнее. Но все-таки вот эта плата очень крутая. И она заменяет кучу проводов. Вот видите, вот как здесь. Смотрите. Вот Arduino Nano. Вот NRF24L01. Вот куча проводов. А вот эта вот намного меньше. И, по сути, выполняет ту же самую функцию. Так. Есть особенности программирования. В один символ. В скетче я напишу об этом. Вы обязательно посмотрите скетчи приемника и передатчика. То есть, вот это будет скетч приемника. И, собственно, для управления двигателем вот такие... Буду использовать драйвер такой. Здесь есть шим управления. Вот эти перемешки снимаем. И сюда припаиваем, в общем-то, шим-сигнал. Все. Почему пользуюсь этим драйвером, а не драйвером L298N? Да потому что он поменьше. На том драйвере есть 5 вольт. Что, в общем-то, хорошо для сервопривода S90. Ну, а здесь, в принципе, для БТРа сервопривод не нужен. Тут поворачивается он по принципу танка. Вот эту часть я отломал. Ну, у вас в вашем файле, который я вам оставлю для печати, этой части, собственно, не будет. Так. Теперь все сюда так аккуратненько устанавливаю. Ну, о, кстати, отпал провод. Откуда, интересно? Где же он был? Ну, это у нас... А, это у нас, кстати, варигик. Мы сейчас будем искать. Наверное, он был вот... Так, сейчас будем разбираться. Вот это прикол. Но эти провода тоненькие. Их надо было сюда вообще не использовать. Я сейчас вам покажу, как, собственно, вот эта вставляется часть. Значит, необходимо вот таким образом его расположить. И вот так повернуть, вставить. Так, ну, оно должно пониже. Вот таким образом он становится. Прикручиваем антену. Эту антену можно и в конце прикрутить. Так, затем располагаем вот эти джойстики. Но вначале, конечно же, нужно нарезать резьбу. Вот во всех отверстиях, которые здесь есть, резьбу М3. И на этом этапе джойстик выглядит пока таким образом. Вот эти, собственно, джойстики. Это, наверное, геймпад. Пульт управления, да? От этого джойстики. То есть, они закреплены надежно. Вот здесь, чтобы хорошо так было закреплено, я установил вот такую шайбу. Она прижимает. А если не будет, а если же ее нет, то она как бы болтается. Система. Итак, ломать не строить. Выбираем эту плату. Ну, она здесь не нужна. Прям вообще. Так, нужно отпаять. Нужно отпаять питание и двигатель. Для того, чтобы спаять RF Nano и драйвер двигателя, необходимо 8 проводов. 2 на питание, 2 на шим управление. И также 4, собственно, на управляющие сигналы. И, в общем, вот такой результат получается. И тут, по ходу дела, придумал лайфхак. Зажал сверло. Это устройство для метчиков. И теперь, смотрите, вот таким образом делаю отверстие. Получилось с первого раза. Вот такие движения. И ровненько отверстие получается. В принципе, пластик можно так сверлить, а что-то другое уже тяжело. Итак, на свой страх и риск решил сделать его без кнопки выключения. Просто необходимо будет отсоединить аккумулятор или подсоединить, и питание будет подключено. Смотрите внимательно на вот такие вот разъемы. Ссылку на них оставлю в описании под видео. Может быть такое, что если вы вот так подключаете, а у него здесь перепутан черный и красный провод, соответственно, припаяли красный на плюс, черный на минус. А если оно перепутано, то напряжение обратной полярности попадает на устройство, и, как правило, чего-то там сгорает. Так вот, нужно просто смотреть, что при подключении красный с аккумулятора провод приходит на красный вот с обратной стороны этого разъема. В принципе, вот это вот будет правильно. Итак, сейчас вот это место разломаю, потому что здесь будет устанавливаться аккумулятор. Такие батарейки не хочу использовать. Они стоят дорого. Ну, как в то время, когда продавался этот БТР, такие батарейки тяжело было купить, и они держались не так и долго. То есть, разъедился и все. А сейчас, вроде, они как бы есть, но я их использовать все равно не хочу, потому что есть аккумулятор. И залили скетч-приемника и скетч-передатчика. Теперь осталось проверить работу этой схемы. Если что, то подправить скетч немного. Вставляем выключатель и потом только припаиваем, а не наоборот, потому что придется распаивать и вставлять. И вот, собственно, я все припаял, включил, подал питание на пульт, потом на машинку. Наблюдается такой эффект. Эффект подвисания. То есть, если сильно нагрузить схему. Во-первых, видите, я поворачиваю вроде вот джойстиком, а оно едет в сторону. То есть, необходимо джойстики поменять местами. Джойстик и немного поправить скетч. Вот. Вот видите, зависание. Все, она как бы не реагирует на меня. Это из-за того, что в момент подключения двигателей просеяло напряжение, хотя здесь есть конденсаторы, но напряжение просеяло на ардуино, и оно подвисло. Поэтому необходимо припаять сюда на питание ардуино конденсатор. А вот эта вот проблема, кстати, решается очень простым способом. Переворачиваем и отключаем питание. Ну, здесь тоже на время пайки отключу. Конденсатор берем, чем больше емкость, тем лучше. У меня 470 микрофарад, 25 вольт. А напряжение должно быть в два раза больше, чем напряжение вот здесь питания. Ну, в принципе, нормально. Тут 25 вольт, а напряжение питания 7,4. И вот, собственно, готово. Таким образом припаяно. Так, и сейчас включаем, проверяем еще раз. Сначала включаем пульт. Кстати, видите, здесь на НРФ-ке у меня такой же конденсатор припаянный. Сюда не забываем припаять, потому что тоже будет подвисать. Так, и включаем здесь питание. Вот сразу оно. Итак, наверное, я понял, что происходит. Вот на двигателе, видите, конденсатор разломан. Сейчас сюда припаяю другой. И потом еще раз проверим. Он дает помехи, скорее всего, схему. А теперь нужно разобраться, какой конденсатор. Ну, этот убрал, он вообще сломан. Там ничего не понятно. А вот на том написано 22 пикофарада. И на плате управления есть такой конденсатор. Вот, я уже начал выпаивать. Вот он. Сейчас туда его припаяю. И так зависает. Сейчас попробую сюда вот капнуть, смазать шестеренки. Может, они мягче пойдут как-то. И пульт внутри выглядит вот таким вот способом. Теперь можно закрыть крышку. И вот такой пульт получился. Включаем. По идее, вообще-то в это отверстие должно было бы видно свет от Ардуина. Но при ярком свете там ничего не видно. И настало время собрать все. Вот таким образом. Так, надо сейчас вот эту штуку прикрутить. И, собственно, последний штрих. Закручиваю уже вот тут раму, корпусу. Вот такая штука, кстати, получилась. Прикольно. Эта проволока просто. Класс. Тут еще какой-то свет. Мне интересно, там был какой-то светодиод или лампочка. Да, крышки нет. Нужно ее потом будет напечатать. Но это как-то потом. Сейчас я ей не буду заниматься. Сделать, главное, основной. Чтобы он просто есть. Итак, первое, по сути, включение в собранном виде. Сначала всегда нужно включать пульт. Включаем. И затем подключаем питание на БТР. Итак, проверяем. Смотрим. Опа, назад поехал. Так, ну, мне с этим нужно поработать. Тут, то есть, необходимо, наверное, на двигателях поменять питание. Плюс-минус. Повороты. Вот такое устройство, друзья. С этим радиомодулем работает дальность 100 метров, как минимум. А, вернее, они пишут даже 1100 метров. В принципе, на открытой дистанции. Но я проверял, 100 метров точно работает. Другое дело, что если он далеко отъедет, то его не будет видно. Так, с этим моментом я разберусь. Уже, в принципе, как вы там будете подключать у себя. Смотрите. То ли провода местами поменять, то ли изменить скетч. В скетче сделаю, кстати, пометки. Там, смотрите, что, как. Читайте внимательно. Пишите еще, какую вы хотели бы игрушку на обзор из СССР. Мне тоже интересно вообще, что там было еще. Видел еще какие-то пушки. Ну, посмотрим. Вот в эту сторону похуже поворачивать. Ну, это связано с тем, что подсел аккумулятор. Когда ездится, определение меньше, чем если поворачивать. Потому что поворачивает как танк. Одни колеса в одну сторону, другие в другую. И причем их две точки. То есть по два колеса поворачивает. О, можно так выращивать. Итак, друзья, если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. И до новых встреч. ПОДПИШИСЬ!